Своей спортивной подготовке Паша уделяет много времени. Есть кашу и тренироваться в спортзале – это два условия, которые, по мнению мальчика, должны сделать его сильным. Быть сильным для Паши – не просто прихоть. Он считает, что таким образом можно обезопасить себя от проблем. Еще недавно в жизни мальчика был довольно сложный период. Много негативных эмоций, ссор, вспышек гнева. А что тебя огорчало? Почему психовал-то? Ну, то, что меня обижали. Ага. А сейчас тебя не обижают? Нет. Нет. А что произошло? Почему сначала обижали, а потом перестали? Потому что я им сказал – хватит. То есть ты сам принял решение и все изменилось, получается так, да? А скажи, пожалуйста, ты за себя вообще постоять умеешь? Да. А вот что нужно делать для того, чтобы тебя не обижали? Вот кто-то меня ударил, я должен тоже в сдачу дать. Это обязательно, да? Да. А договариваться, если, например? Ну, если он будет начинать бить, надо договориться. Паша сумел справиться с проблемами взаимоотношений. С ребятами он теперь дружит, а взрослых уважает. Паша даже дал слово, что постарается стать примерным мальчиком. Обратить внимание на свое поведение и исправить все плохие отметки. Одним словом началась новая жизнь. Пашка старается быть современным парнем, иногда даже слишком современным. Я не знаю, что значит клевое. Как другими словами можешь сказать? Ну, это когда, ну, день хороший, ну, там, Новый год. Вот. Вот клевое. А если, например, наоборот, вот все плохо, там, грустное, все, пиздец, не нравится, это как можно сказать? Тупо. А еще Паша старается быть похожим на настоящего мужчину. Планировать свое будущее. У него есть перспективные планы на свою жизнь. Время внесет свои коррективы, но пока они такие. Купить квартиру. Завести себе собаку, хаску. Пойти на работу. А вот в этой квартире с собакой ты будешь жить один? Нет. А с кем? С женой. Пашкин мир пока что заключен в рамке того города, где он живет. Мальчик не представляет, какой он огромный. Из всех мест, где он хотел бы побывать, Паша выбрал лишь одно. Если получится, съезжу в великий, великий устьюк. Так, ну и зачем же ты туда поедешь? Поведай Деда Мороза. А вот если это случится, ты приедешь, увидишь Деда Мороза, и он тебе, например, скажет тебе «Привет, Паша». Пашка не знает, что Дед Мороз существует для того, чтобы исполнять желания. Парнишка не собирается ни о чем просить сказочного дедушку. Да и вряд ли Дед Мороз мог бы исполнить его мечту. Семью мальчику могут дать только настоящие люди, с настоящими сердцами. Когда родитель усыновляет ребенка или берет в приемную семью, он должен быть готов к тем изменениям, которые обязательно будут происходить в его жизни. И эти изменения несет ребенок. И изменения будут на каждом возрастном этапе. Каждый возрастной кризис, в который будет входить ребенок, он будет подталкивать родителя к изменению своей позиции по отношению к ребенку. То есть родителю такому необходимо очень многим вещам учиться, которых он раньше не имел делать. Вот родители, которые не готовы меняться, которые говорят, что они уже все знают, и что они смогут воспитать ребенка, вот такие вот самые уверенные родители, это родители самые проблемные. Менее проблемные те, кто сомневается. Почему? Потому что родители сомневающиеся, родители, которые немножко не уверены в себе, они всегда ищут поддержки у специалистов. Если что-то не получается, они сразу приходят специалисты, задают вопрос. И с такими родителями легче работать. Родитель, готовый к изменению, он готов и к сотрудничеству со специалистами. Меняется ребенок, меняются родители, меняется вся семейная ситуация. Где же щечки-лепесточки? Вот и щечки-лепесточки. Где волосики? Собрались все в причесике. Где ладошки? Ладошки тут где? Мы похлопаем немножко. В кабинете Монте-Сори Толя чувствует себя, как рыба в воде. Здесь нет таких заданий, которые Толя не смог бы выполнить. Малыш удивляет взрослых своим развитием. Он очень способный, легко запоминает информацию и также легко ее применяет. Ищи домик для цилиндров. Нет. Думай, думай, думай. Подбирай. Хорошо. Следующий цилиндр. Думай, куда, в какой домик поставить. Умница! Следующий цилиндр. Так, 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 так. Где же большой дом? Хочешь маленький? Хорошо. Давай, 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 давай. Ну, куда? Куда определим? Нет. Попробуй сюда. А рядом дом? Так. Толя выделяется на фоне своих сверстников не только опережающим развитием, но и поведением. Его иногда называют аристократом. Мальчик с рождения ведет себя так, как будто воспитывался в благородной семье. Такой благородный, очень какой-то корректный, внимательный. Он никогда не обид малышку. Возьмет за ручку взрослую и пойдет рядом. У него это есть, да. Он в грязь никогда не залезет. Пока-нибудь попроешь, войди в лужи, будем рисовать. Звуки музыки неизменно радуют Толю. Он при этом начинает пританцовывать и хлопать в ладоши. Толик доброжелательный ко всем. Охотно делится с ребятами. Но если ему требуется какая-то игрушка, может спокойно, но настойчиво отобрать. Сам наказывать обидчика Толи не будет, он обратится к помощи взрослого. Он подходит ко взрослому и начинает жаловаться, что пострадал. Ищи кнопочку, ищи. Ай, как здорово. Веселый фонарик. Нравится? Конечно, красота. Толик очень любит общаться. Особенно с мужчинами. Если в поле зрения мальчика попадает таковой, Толя обязательно подходит, берет за руку, говорит «дядя». Малыш хорошо выговаривает слоги и слова, которые ему пока что некому сказать. Мама и папа. Он настороженно встречает незнакомых людей. Но с ним нетрудно найти контакт. Подойти к ребенку, взять его за ручку, в глаза заглянуть, погладить по головке, разговаривать с ним мягко и по-доброму, улыбаясь, взять на ручки, подойти к окну, в окно посмотреть, какая сегодня погода, солнышко или пасмурно, поиграть с ним, покатать мяч. Мерзи. Звонкий, а это глухой. Звонкий. Ну-ка глухой, сделай звук. Глухой, здорово. Ну, поиграй, сам походи. Ой, как весело зимеет. У Толи практически всегда хорошее настроение. Но при этом выглядит он немного грустным. Вряд ли малыш понимает причину этой грусти. А ведь она очевидна. Рядом с ним нет мамы. А значит, никто не дает ему настоящей любви. Субтитры создавал DimaTorzok